Хорошо. Так что, отвечали на вопросы? Да, спрашивают насчет герба партии «Единая Россия». Согласны ли вы с этими конспирологическими версиями, что там козел нарисован внутри медведя и вообще все это сатанинские? У меня же была статья еще шестого года, и там прописано все в ней. Эта статья называется «Полдень магов». Там как раз я самый первый в 2006 году привел первую конспирологическую версию. Некоторые, я смотрю, РПЦ-шные сайты, кусочек взяли, перепастили и так далее. Там про «Единую Россию» много интересного. «Пэйдж сатанист», да, «Пэйдж сатанист», это верно. Как после 5-го, 11-го, 17-го будем бороться с поборами на трассах с дальнобойщиков? Дальнобойщики с вами. Да нет, какие поборы-то? О чем вообще речь? После 5-го, 11-го, кто будет с дальнобойщиков что-то побирать? Платоны, что ли, какие-то? Побойтесь Бога, они все в тюрьме будут, эти платоны. Я думаю, что некоторые, может, из них будут стоять у дороги и просить у дальнобойщиков милостину, но это уже ваш вопрос подавать им или не подавать. Ребята, таких вещей мы не допустим, вот этой фигни. Зачем? Для того, чтобы сделать дороги, нам не нужны будут эти деньги. Ну, вот представьте себе, мы уже говорили об этом. Вот 13-й год, бюджет Российской Федерации 300 с чем-то там миллиардов, да? ВВП 3 с лишним триллиона, то есть бюджет 10-я часть. С бюджетом еще 70-80%, ну, по каким-то статьям и 90% украли, ну, в среднем 80% украли, то есть 20% бюджета куда-то доходит. Ну, это вообще копейка какая-то. То есть в других странах, где там бюджет, ну, Польша, например, половина ВВП, ну, вот представьте, лайн ВВП, то есть как этого добиться? Как этого добиться? Да элементарно. Ты возьми, национализируй всех этих Роснефти, Газпромы, чтобы они работали на народ, а не на Миллеров, там, Сечинах и каких-то еще непонятных там получателей, да, денежек. Вот, и сколько это получается? Мы подсчитывали, не только мы, экономисты подсчитывали. Это 1 триллион 700 миллионов получается. И если еще с этого дела никто не будет 90% воровать, а точно не будет. И процентов не будет воровать, потому что мы яйца будем отрезать за это. И что? И куда? У нас будет проблема, куда деньги деть? Не то, как собрать с дальнобойщиков, нафиг нам с них собирать. Куда их деть? Мы же не будем дворцы и яхты покупать эти в Италии гостиницы для пидорков, да, и там с ними туда, как эти определенные Газпромовцы ныряют. Нафиг нам, у нас есть свои дела, нам не до этого. Так что, я думаю, вот этой проблемы точно не будет. Достаточно часто, как, в общем-то, и всегда, много вопросов, на которые мы уже практически каждую передачу отвечаем. Но у нас и вновь прибывшие какие-то наши зрители, поэтому это, в общем-то, неудивительно. Но у нас для таких самых актуальных вопросов есть видео, которое сделано нашим соратником. Оно есть у нас на странице ВКонтакте. Ссылка есть в описании на нашу страницу. То есть, там вы можете пролистнуть немножко вниз и найдете видео, по-моему, на минут 40 идет, где, в общем-то, идут ответы, такой, нарезка ответов на все самые основные вопросы, да, то есть, касательно образования, медицины, экономических реформ, оружия, да, то есть, право на оружие и, в общем-то, все прочее. То есть, можете потратить некоторое количество своего времени и посмотреть. И напоминаем вам о том, что необходимо поставить данной трансляции лайк, для того, чтобы она прошла в топы Ютуба и как можно большее количество людей смогли ее увидеть. Тем самым, вы привлекаете внимание к нашему проекту, к нашей общей идее, в первую очередь. Поэтому сейчас у нас уже больше 5000 лайков. Мы взяли отметку в 6000 лайков, как необходимую каждому эфиру. И надеемся на вашу поддержку. И еще раз напоминаем, на тему выборов у нас есть электронная почта, которая есть в описании к этому видео. И мы сейчас ищем волонтеров и людей, которые в своих городах готовы помогать нам с предвыборной кампанией в совершенно разных, в общем-то, задачах, да. И вы можете написать нам на электронную почту. Главное, укажите тот город, в котором вы проживаете. И в скором времени вы получите инструкции с, в общем-то, необходимыми задачами, как можно нам помочь в предвыборной кампании. Тут кто-то написал, раскачил у меня, я не увидел. Написал, извиняюсь, Вячеслав. Ну, что я могу сказать, Бог простит. Я простил, так что. 30 июня заканчивается прописка. По закону я обязан покинуть РФ. Я принял решение остаться в России. Что меня ожидает, если я незаконно останусь? И как отразятся на мне законы после смены власти? Еще раз, я что-то пока читал. Прописка заканчивается. Принял решение остаться в России все равно незаконно. Что его ждет и после 5-го, 11-го, 17-го? Еще не ждет. А что, я думаю, никаких особых проблем не будет. Вообще, ну, здесь конкретно, кто этот человек, откуда. Из-за Украины. Ну, я говорил, что как только мы возьмем власть, мы вообще всем украинцам, белорусам выдадим паспорта российские. Просто подарим, там, пришлем. Ну, нужно тебе, возьми, не нужно, не бери, какие проблемы. То есть, ты можешь бизнесом заниматься, жить здесь, все, что угодно. То есть, полноценных гражданин. Никаких вопросов. Никаких, там, двойных гражданцев нельзя, там, можно. Ради бога. Украинец, белорус, на тебе паспорт. И все, и все, все, что хочешь, ты в полном объеме можешь здесь делаться. Поэтому, человек, представляешь, незаконно остается на территории России, Украины. Знаю, это херня, я помню, что это такое. Это вот, да что, давил планету. Это фигляр ПЖ, да? Вот, в общем-то, многие нас спрашивают на тему того, как мы будем налаживать отношения с теми людьми, которые приезжают из-за рубежа, но в частности из Европы или из стран СНГ, которые, в общем-то, русские люди, но туда уехали по причине того, что не готовы были бороться с режимом Путина. Сейчас пишут о том, что, в общем-то, есть желание вернуться в страну и к пятому, одиннадцатому, семнадцатому, и после пятого, одиннадцатого, семнадцатого, то есть на родину вернуться. Но, однако, вот, опасаются, что будут бюрократические сложности с гражданством, с проживанием. Не будет ни в коем случае. Будем помогать, в том числе и материально, сто процентов. Сто процентов будем. Ну, вот, как бы нам не хотелось, но придется с, так сказать, странами Туркестана вводить визовый режим. Потому что здесь колоссальная опасность есть, и мы никуда не денемся с вами. Нам придется закрыть границу, то есть усилить пограничную стражу в том виде, в котором она есть, она не должна существовать. Вернее, она должна гораздо более сильной существовать, и нужно, вот, немножко, как это сказать, упор, вот этот, перекинуть, да, вот, сейчас упор на то, что самый злой враг – это собственный народ, и нужны национальные гвардии, полиции и так далее. У нас, в нашей системе это работать не будет. Для нас внешний противник гораздо страшнее внутреннего, потому что внутреннего у нас и не будет этот народ. Мы как-нибудь договоримся и разберемся. А внешний, ну, конечно, нам рубежи нужно будет охранять. Не от всех, конечно, что нам там с Украиной или с Белоруссией охранять эти рубежи. А вот наши, как бы, азиатские рубежи придется очень здорово защищать, и здесь нужны пограничные войска, поэтому произойдет перераспределение. Естественно, пограничников станет больше, это не потому, что мальцев пограничник, поверьте, мы потому, что попали в такую ситуацию, там, где-то на китайской границе их станет больше, на азиатских рубежах в любом случае, а где-то на европейских рубежах. Ну, там, зачем нам пограничники на границах, ну, в таком количестве, в большом с Эстонией, например, там, или с Финляндией, да, что, финнов, что ли, боимся, на фиг, там, ну, там, какой-то есть контрольный пропускной пункт, ну, и пусть он там будет, там, или на норвежской границе, как нам тут вчера написали, норвежцы, которые хотят, там, скажут, вот, мальцев, он, вон, что, хочет, чтобы норвежцы захватили, что там, архангельская область, бля, что, людей в башке. Что ж не Татарстан, например. Будет ли возможность после 5-го, 11-го 30-летним или около того овладеть военной специальностью? Конечно, как же. Ну, армию-то мы никуда не денемем, мы, наоборот, будем развивать, чтобы там было поменьше, как бы, не военных специальностей, побольше военнослужащих. Потому что мы же видим, что сейчас на каждую военнослужащего еще таких же двое, да, один с сошкой, да, семеро с ложкой, так и здесь, там, один с автоматом, а куча, куча там, со всякими этими авторучками, да, и бумажками, что-то они там записывают. Мой отец служит нацгвардии Путина, его политику не поддерживает, но сменить место работы не может. Что надо сделать, чтобы после 5-го, 11-го наша семья не была записана в книгу «Проклят». Да, я думаю, что она и не будет записана. Если отец не поддерживает, то 5-го, 11-го он примет правильное решение. Даже его агитировать не надо. Вы же понимаете, если он уже сейчас не поддерживает, представляете, что будет к 5-му, 11-го? То есть, это не факт, что он не станет одним из наших полевых командиров. Понимаете, что такое будет, вы посмотрите, что многие из этих людей окажется, что в результате всех действий стали самыми, так сказать, отважными полевыми командирами. Мы это еще увидим с вами. Прости, Бог простит, я простил. Так, ну что, все, заканчиваем сегодня, да? Да. У нас там какие-то фотки были. А, тут вот с этой рекой что-то нам присылали, все и не можем разобраться. Где эта река? В Перми, по-моему, сейчас, одну секунду. В Перми, да, вот вошли такие новости, что вот река там с такой зеленой водой, а другие люди шлют оттуда, что и нет там никакой зеленой воды, вот эта же самая река, и что там никакая она не зеленая. И вот непонятно, что там зеленая она или не зеленая. В Перми, река Ива или Ива? Ива, Ива, наверное, какая Ива. Ну, поэтому просим, кто там нас слушает в Перми, вы там уж разберитесь, что там с рекой, потому что в интернете это такая важная очень новость в сегодняшнем, да, что река там стала зеленой, стал, не стал, в общем, дайте посмотреть. Не сложно, и прислать нам фотографии еще проще. Есть страница социальной сети ВКонтакте, есть на электронных почтах, можете прислать нам фотографии, мы покажем, озвучим и будем надеяться, конечно, что все-таки не будет зеленых рек у нас в стране. Спасибо, что вы нас слушаете, записывайтесь на канал Артподготовка, на наш запасной канал Безумная Грета. До новой исторической эпохи осталось 480, ой, 497 дней и час там с небольшим. Счастья вам, успехов, до свидания. Хороших уходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok